Добрый день, меня зовут Дмитрий Михайлов. Я продаю и устанавливаю дымоход на территории Республики Беларусь. Поднимите руки, кто подписан на мой канал и знает, чем я занимаюсь. Замечательно. Смотрите, что такое? Греется. Эту тему я выбрал не зря. Эта тема довольно интересная с точки зрения того, что в Беларуси бытует мнение о том, что, мнение, где-то они и правы, что утепленные дымоходы запрещено устанавливать в Республике Беларусь. Почему я этой темы коснулся? Случилось так, что на форумах, форум-хаус, на YouTube-канале кто-нибудь знает, либо кто-нибудь присутствует из печной проекта организации, ну, либо частное лицо, кто-то на YouTube-канале? Не знает, нет, уменьшанина тоже нету. Нету. Ну, для информации, у уменьшанина там на форум-хаусе 3500 сообщений. И он начинает задавать, там люди начинают общаться на одну тему, и он ссылается на то, что Дмитрий устанавливает дымоходы со всеми нарушениями нормов, строительных норм в Республике Беларусь. Эту информацию мне передал Алексей Телегин. Российские коллеги, я думаю, знают этого человека. Редимо разъясни, что происходит. Через пару дней мне снова уже на YouTube-канале пишут, что, Дмитрий, ты занимаешься самодурством, устанавливаешь дымоходы утепленные с нарушением всех норм закона. Окей, в итоге так получилось, что потом Денис на меня вышел, я думал, о, закрутилось, да, началось, затронул. Ну нет, Денис вроде бы парень нормально, пригласил, я эту тему решил вот рассказать. Смотрите, на этом слайде вставлено несколько отопительных приборов и печь. Я хочу немножко разграничить эти два изделия. Как называется вот эта вот вещь? Ну вот, вот эти две. Каминная вставка и мини-русская вставка. Давайте сделаем так, здесь нет чугуна, здесь только стоит у нас дверь чугунная. Это камин. Разобрались. Вот это? По нашему законодательству Республики Беларусь это называется теплоемкая печь. Вот это? Каминная вставка, есть топка. Не теплоемкая. Услышали? Вот это? Верх. Это все больше разговоры в нашем народе между потребителями, заказчиками, продавцами. Вот это отопительный прибор. Идем дальше. Можно ли устанавливать утепленные дымоходы? Сейчас у меня представители гильдии печеньков здесь есть, да? Отлично. У вас на сайте, ну давайте наверное к вам, утепленный дымоход можно устанавливать. Я потом расскажу, почему я на вас ссылаюсь. Утепленный дымоход где можно устанавливать? На пицерном лавочке. Правее, левее. Нельзя. Здесь можем? Здесь можем. На вот этих аппаратах? Да, там 200-250. Окей, на вот этих? Нет, постоянно нагрев, длительный нагрев. Есть, да? Да. Идем дальше. Ну вы просто увидели знак вопроса у меня. На сайте гильдии печеньков, почему я вас сейчас про вас буду разговорить? Потому что все, кто со мной общается, и все, кто претензии к моей работе, ссылка идет на вас. У вас на сайте есть публикация, вы делали официальный запрос в МЧС, и когда вы откроете, вот есть публикация, там у вас сэндвич дымоходы. Ну вы знаете свои публикации. Возможно, вы какие-то свои цели преследовали, но люди ссылаются именно на ваш проект. Где вы делали официальный запрос МЧС об установке, ну здесь вот я ссылку вкратце скинул, повыдергивал лишнее, чтобы вы не путались. О применении утепленных дымоходов на каминных печах, сэндвич дымоходах. У вас еще там два вопроса было по противопожарному узлу и по соотношению банной печки, по-моему, диаметра дымохода и мощности печи. Но на эти два вопроса вы ответы не получите никогда, ну в ближайшее время, потому что никак не нормируется. А по первому вопросу применения утепленных дымоходов, сэндвич дымоходах на кирпичных печах, вы ответ получили. И вкратце здесь написано следующее, только кирпич. Да. Потому что можно так звучать. Да. Но вы поставили вопрос такой, на который получили ответ. После вот этих вот непонятных ситуаций, потому что эти вопросы, если честно, я в 2015 году еще закрыл. Я ждал того времени, у меня не было времени для того, чтобы сделать видео, разместить у себя на сайте. Потому что я знал, что этим вопросом мне звонят, спрашивают периодически, он довольно интересный. Теперь, как я поставил вопрос, возможно ли установка сэндвич труб, утепленных труб стандарта 18, которые прошли сертификацию 1856 часть 1, 1856 часть 2, и установил код ТНВЭТ, это топительное оборудование. А именно, все печи, которые сделаны из черных металлов, работающих на жидком газовом топливе. Ну, то есть это то, что применимо для банных печей, то, что вы говорили, что нельзя ставить на банных печей, на каминной вставке, которая была вставлена, и то, что вы купили штучное изделие и поставили. Это, конечно, должно быть заводское изготовление. И вот какой я получил ответ из МЧС. Можно в 2018 году, вот когда сотрудники были района Гродненского, вот этот вот пункт, вот чем они руководствуют, 21 мая 2018 года. Согласно пункту 8-12, здесь написано, СНБ, это отопление, вентиляция, кондиционирование, а вот это второй СНИП, который касается котельных установок. Больше ничем это не регламентируется установка утепленных дымоходов. То есть это, там в ТКП на самом деле еще было несколько пунктов, но пожарные, почему сотрудники МЧС дали именно на вот эти два. Ну, я где-то с ними согласен, потому что это основа, на которую мы должны опираться при установке дымоходов. То, что касается печного отопления, это вот отопление вентиляции. Кто собрался монтировать дымоходы утепленные, для вас там информации вообще никаких нет. Это касается СНИП, строительные нормы, только для печников. Это касается печного отопления, то есть теплоемких печей. Это тот ответ, который мне дали МЧС. Ну, на что мы можем ссылаться? На МЧС. Был у меня такой же запрос и настрой тех норм. Но, к сожалению, из трех запросов они два потеряли, один не дошел. За ними такого не наблюдалось. За МЧСовцами я наблюдал, что они не могут не отвечать. Но в этот раз, наоборот, они отреагировали быстро, а строительные нормы они подвели, грубо говоря. Ну, я думаю, они такое бы отведали, потому что они работают в связке. Со строительные нормы идут в МЧС. Законы, они действуют по ним. Поэтому по печному отоплению, отопление вентиляции и кондиционирования, это касается только печного отопления. Все, точка. Там по дымоходам из нержавеющей стали нету ни слова. На что должны опираться мы? Я так, монтажник дымоходов. Я как человек, который продает дымоходы. Это вот этот СНИП, который касается именно отопительного оборудования. Трубы должны быть сертифицированными. Для Республики Беларусь у нас европейский стандарт, который был ратифицирован и адаптирован под наши строительные нормы. Это 1856 часть 1, 1856 часть 2, которая регламентирует производство дымоходов. Все четко по белому написано. Друзья, ничего не надо придумывать. Кто хочет много узнать, сядьте и почитайте. Там про маркировку, по применению стали, по температурной градации. Все есть там. И где они устанавливаются. Также в этом СНИПе, вот 23 пункт, это то, что касается нормов. И то, что касается твердого топлива. Потому что существует мнение, что этот СНИП, он только для отопительного прибора, который работает на газе. Обман и вранье. Работающих на твердом топливе. Но температура Т-400. Я дальше немножко забегу вперед. Что такое Т-400? И под это Т-400 попадала вся 400-я марка стали. В сертификации указаны марки стали. Вот это вот стандарт европейский. Это, я выверну вот эту ссылку. Здесь коллеги присутствуют. Я с них с него сертификата взял. Но кто в Беларуси хочет монтировать дымоходы, давать гарантии, на дымоходы у вас должны быть сертификаты. Если у вас их нету, вы не имеете просто права их устанавливать. Если вам будет интересно, я вам расскажу, кто из российских фирм может продавать и устанавливать дымоходы по закону. Потому что сейчас рынок двигается. Есть демпинг, да. Вот это вот, то что я вам сказал, Т-400. Марка стали. Кому будет интересно, это очень много времени просто займет. Вот это вот марки стали. Это все написано 1856. L50, L20, там 304, 316. Это все прописано. Вот это вот температура. Как правило, 400-я марка, она проходила по температурной гардерации Т-400. То есть они всунулись, вклинились в этот закон. Но в этом году фирмы, я знаю несколько таких, которые по Т-400 не проходили. А по Т-400 проходила 430-я марка стали. И у них проблемы. И в НИИ, в научно-исследовательском институте МЧС, сразу предупреждали организации, которые, 430-ку даже не подавайте, не тратите деньги свои. И еще одно, то, что еще есть такое же, ну говорят, пишут мне постоянно об этом, и слухи, потому что я общаюсь среди монтажников, кто проедет отопительное оборудование, что белорусские дымоходы не проходили испытания на возгорание сажи в район. В Беларуси, да. В Беларуси нет стенда, который бы проводил эти испытания. Но научно-исследовательский институт, он сотрудничает, это же не одна организация. Есть международная организация ИСО, которая проходит сертификации. То есть эту аккредитацию не обязательно проходить в той стране, где будет продаваться, либо производиться дымоход. Эта сертификация проходилась, по крайней мере, большинство белорусских, наверное, даже всех, кто уже давно на рынке, кто смотрит наперед, проходила сертификация в Польше. У них есть эти стенды. Есть эти стенды для информации еще в Германии. Но вы должны понимать, что это не дешевое удовольствие. Поэтому последняя цифра, для кого интересны, кто будет в этой теме работать, это О и Джи. О чем это говорит? Я здесь написал, Джи это проходила сертификация на возгорание сажи. О не проходила. И в Беларуси практически только несколько производителей, а может даже и один, организация, которая проходила испытания на возгорание сажи. И вот это второе расстояние. Если для большинства ничего не говорить, цифра это расстояние до горючих материалов. Все регламентировано. Не надо придумывать велосипед. И не надо говорить о том, что дымоходы из нержавеющей стали запрещены для установки. Все разрешено. Мы живем в 21 веке. Я понимаю, что у печников там какие-то свои цели преследуют. Они больше ограничены. Но, вот мои проекты. Скажите мне, пожалуйста, как на эту вещь поставить кирпичный дымоход? На стену и там. Нет там возможности. Вверх. Смотрите, есть момент. Можно на новую трубу поставить, но соблюсти нормы так, что будет безопасно. А сколько по... Секунду. Сколько подводящий участок должен быть по нормам Республики Беларусь? 5 сантиметров. 3-4 сантиметра. 0,4. Нет. Я спрашиваю, сколько отопительный прибор, подводящий участок дымохода должен быть до кирпичной шахты? Это прописано в белорусских нормах. 40 сантиметров. Точка. Где вы в это вщемитесь? Каким образом? Поэтому на вот эти аппараты... Во-первых, чтобы установить сэндвич, это должно быть печка, отопительный прибор заводского изготовления. Если вы устанавливаете сэндвич на самодельные печи и бани, то это незаконно, это неправильно. Понимаете? И вот МЧС мне в этом ответы правило и указали. Изделие тепловое оборудование должно быть изготовлено в заводских условиях. Есть момент такой, что можно монтировать, куда угодно. Можно как это смонтировать. Есть норма. Тезолируемые трубы оценивающие 25 сантиметров от ступка. Потом еще идет от голой трубы. Где эти нормы? Это в ТКП прописано. Никакого ТКП не прописано. Слушай, я хочу... В каком ТКП? В 267? Да. Не в 267. Ну какое? Это регламентируется ТКП 267. Я сейчас звоню к тому, что можно монтировать такой слонат. Главное, как делать камер. Нет, мы не об этом говорим. Мы сейчас говорим о законности установки дымоходов, утепленных именно дымоходов на территории Республики Беларусь. Если не сертифицирован, то значит запрещен. Вот это вот банальная программа. Совершенно верно. Вот это вот и проблема. И понимаете, я в торговле уже дымоходами 10 лет. Я вот эти вот от гаражного, да, то что, ну, что здесь... Все начинали с каких-то гаражных труб, зубчаток, еще чего-то. И когда это изменение, все проходило, ну, на моих глазах. Я в этом сейчас и кручусь. Поэтому я знаю, какие дымоходы можно ставить, какие нельзя. Сейчас в Российской Федерации идет очень много труб, которые не сертифицированы в Республике Беларусь. Стоит называть, не стоит? Стоит называть. Поехали. Компания Везуви. Металлик и Кос, Стальмастер. Кто еще там? Из брендовых вулкан тоже нельзя привозить. То есть практически, да, закрыт. Только для трех производителей открыт этот рынок, я вам так скажу, российских, которые официально можно устанавливать. И... Да. Я говорю про российских, потому что я всегда был за честную конкуренцию. А честная конкуренция, она, ну, отдайте несколько десятков, там, тысяч для сертификации. Вот это будет честная конкуренция. А не привезти трубу из другой страны и продавать здесь потребителям. Вот это неправильно. И то, что касается вот информации, которую надо до клиента доносить, на своих порталах размещать, то, что я делаю на своем сайте, я постоянно говорю об этом на своем YouTube-канале. Покупайте сертифицированные дымоходы. У них тоже есть вопросы. Но, по крайней мере, у вас есть какая-то гарантия того, что вы купите изделие заводское. Это очень важно. Особенно потому, что мы работаем с готовой продукцией. Печникам немножко здесь, да, тяжелее. Их в рамки ставят. Кстати, у меня нету пару слайдов, секундочку. Есть такая труба. Вот смотрите, я проскочил. Момент. Вот этот вариант для многих знаком. Привязка кирпичной кладки утепленного дымохода. Знаком, я думаю, да? Ну, многие встречали. Вот для печников это запрещено. Ну, это прописано по закону. Ну, что здесь возвращаться. Вот это запрещено, да. Как бы там тяжело не было, бывают ситуации, я думаю, со мной согласятся печники, что ты не можешь по-другому сделать дымоход, как не вот так. Ну, бывают такие ситуации. Поэтому, ну, куда деться. Всегда будут какие-то отклонения. Это нормально. Но надо, чтобы было, поспокойнее говоря, минимизировать свои риски. Ошибки всегда есть, они будут не ваши, сколько у вас опыта. Вы всегда работаем, мы всегда учимся. Это нормально. Если мы не будем работать, мы не будем учиться. Вопросы есть какие-то? Я на этом все. Кому интересно, да. Где? А, мой YouTube-канал хотел. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы знать, какие дымоходы монтировать, устанавливать и делать правильно. Спасибо. У меня никакого. Долшина. Ну, у меня никакого. Я же не производитель дымоходов. Нет, чего мне. Да, я говорю о том, что сертифицированные дымоходы должны быть. А у нас в Беларуси выбор небольшой с утеплителем. Ну, за покромным слоем, как вы не помните. Еще раз започу, зачем? Не слышал. Утеплитель запов используется. Белорусские производители практически все используют либо парок в Айротмед, либо руку в Айротмед. Вот сертификацию, когда проходят дымоходы, они все идут с этим утеплителем. С плотностью 80 килограмм на метр кубический. Раньше встречались еще и 100 и 120, но сейчас все пришли на 80-ку. А как уже они производят? Там технологии производства у всех разные. Но сырье одинаковое. Ну, как одинаковое? Это не то сырье, которое приходило раньше из Скандинавии. Это сырье российское, и кто работает с этой трубой, тот знает, что это другое сырье. Оно отличается. А против пожарных, железных, что вот эти... Не нормируется это. А они тоже все все... У нас, к сожалению, в Российской Федерации, у вас сейчас каждый производитель должен был подать до какого-то числа, произвести испытания и подать в МЧС по ППУшкам. У нас этого нет, к сожалению. Вот это большой минус. Большой минус. ППУшки решают. От ППУшки все проблемы. Возгорание происходит даже не из-за самого плохого дымохода, да? А из-за ППУшки. Мы знаем. От ППУшки и от кровли. Специалисты, которые еще монтируют. Я говорю, можно голую трубу поставить, но соблюсти норму. Можно. Я еще не отрицаю. Есть разные материалы, поэтому можно все что угодно. Просто... Много здесь факторов. Говорю, здесь надо обращать разную плотность утеплителя. Вы можете разве 5 сантиметров взять керамическое волокно, да? Поставить наравне там с пароком или с рукволом. Да? Либо там, не знаю, с изоволом каким-нибудь, с утеплителем, цилиндрами. Все равно. 3, 5, 10. А ну, надо 2-3 нагреть. Вопрос во времени и в температуре. Конечно. Да? Еще есть вопрос? Спасибо за внимание. Аплодисментарь, Дмитрий, спасибо за такое геронично и интересное выступление. Друзья, прошу минутку внимания. Есть информация, которую я вчера не договорил. С чем вы можете столкнуться? Мое выступление в комнате, да? По применению утепленных дымоходов. Столкнуться вы сможете с пожарными инспекторами, которые приходят и выписывают предписания. Снова же незаконные. Инспектора, которые были здесь вчера, я этот, скажем, вопрос задал, когда они вышли. Это касается Минского региона и Минска. Когда вам делают предписание на отопительные приборы, они незаконны. И пожарные вчера, они сказали, это Дима сама будет. Идете не к инспектору, если вам сделали такое предписание, по камину, по печи, бану, а идете напрямую к начальнику. Они об этом замечательно знают. Понимаете? Поэтому я всегда с этим сталкиваюсь. И 100% в случае, который ко мне обращается, я даю людям просто ссылки, согласно которым установлено отопительное оборудование. И на этом заканчивается. Поэтому все делается очень просто. У нас такая проблема есть. Это касается именно Минска и Минского района. Печных требований. Печной, теплоемкие печи. Но вы ставите не теплоемкие печи. У вас современный прибор. Главная задача, чтобы здесь были документы на отопительное оборудование. Если это кто-то, Ватя, сварил вручную классную печку из металла, она в установке запрещена. Вот на это они уже могут ссылаться. А если вы купили готовую печь, ну камин, не знаю, банную печку, но это популярно сейчас-то, тренды. Поэтому устанавливайте смело сэндвич дымоходы. Снова же сертифицированы. Главное, чтобы были документы. Вот эти документы на сертификацию они сейчас требуют. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...